The value of fiat money always returns to its intrinsic value of zero. Невероятное признание. Я приверженец золота, фиатные деньги это проходящее увлечение в истории денег. Признание это невероятно тем, что исходит не из уст какого-то теоретика с шапочкой из фольги на голове, а из уст уважаемого банкира, одного из самых больших финансовых конгломератов в Германии. Он говорит, что по его мнению фиатные деньги станут просто историей. Такие слова являются шоком для большинства финансовых специалистов, которые верят в устои фиата и в то, что доллар США останется резервной валютой. Джим также добавил, что трудно подыскать какие-то товары, чтобы рекомендовать их к покупке и хранению, поскольку большинство из них в долгосрочной перспективе не справляются с инфляцией. Кроме золота, заключает он. Действительно, на графике мы видим, что золото справляется с этой функцией лучше всех на долгосрочной дистанции. Я бы даже сказал, на очень долгосрочной дистанции. Это признание стало публичным 22 июля 2020 года. Вы думаете, это конец? Нет, это только начало. В декабре 2019 Deutsche Bank дал прогноз, что криптовалюта может заместить традиционные деньги до 2030 года. Здесь мы снова видим знакомое имя, Джим Рейд, который в своем отчете подытожил, что криптовалюты некоторое время будут дополнять фиатные деньги. Но в следующем десятилетии все может резко измениться, поскольку будут преодолены нормативные препятствия. Нормативные препятствия – это одобрение правительств и регуляторов, привлечение интереса платежных систем, таких как Visa и MasterCard, а также работа с интернет-коммерцией, типа Amazon и Walmart. Вчера я рассказывал вам, что эти нормативные препятствия уже начинают решать повсеместно и по всему миру. Причем делается это на основе гонки. Каждая страна хочет стать лидером. На прошлой неделе я уже рассказывал, что и MasterCard, и Visa активно двигаются в сторону криптовалют, так же как и банки, например, американские, которым разрешили хранить криптовалюту. При этом правительства разных стран уже работают над своими цифровыми валютами центральных банков. В Австралии банки уже отказываются от наличности. В прошлое также отходят и пластиковые карты. Возможно, они уйдут даже быстрее наличности, потому что новые смартфоны делают их абсолютно ненужными. Например, я оплачиваю свои покупки смартфонам. Я нашел исследовательский отчет Deutsche Bank, который называется «Представьте 2030 год». В нем мы находим раздел, посвященный и криптовалюте. Криптовалюты – деньги 21-го столетия. В этом разделе я нашел интересный абзац с крайне провокативным вопросом. Спрос на альтернативные валюты, вероятно, будет значительно выше к 2030 году. Смогут ли фиатные валюты пережить политическую проблему, пока власти будут пытаться балансировать между более высокой доходностью и рекордным уровнем долга? Это вопрос на много триллионов долларов, в скобочках биткоинов, для следующего десятилетия, в скобочках биткоинов. Понимаете, намек Deutsche Bank подозревает, что в 2030 году единицей оценивания будет уже не доллар США, это будет биткоин. Что касается видения будущего для криптовалют от немецкого финансового конгломерата, вот что они пишут. Криптовалютам нужно преодолеть три основных препятствия, чтобы стать широко распространенными. Во-первых, они должны стать законными в глазах правительства и регуляторов. Это означает стабильность цены и преимущества как для продавцов, так и для покупателей. Также криптовалюты должны обеспечить глобальный доступ к рынкам платежей. Для этого нужно создать альянсы с такими приложениями, как например Apple Pay и Google Pay, с такими платежными гигантами, как Visa и MasterCard, а также с ритейлерами типа Amazon и Walmart. Как только эти вызовы для криптовалюты будут решены, будущее фиатных денег предрешено, заключает Deutsche Bank в своем отчете. Все последние недели я рассказывал вам, как быстро приближается момент принятия криптовалют, как быстро развиваются проекты цифрового доллара и нового криптовалютного золотого стандарта. Кстати говоря, об этом я рассказывал в прошлом видео, если вы его не видели, ссылка на него будет в описании. Как шустро начинают решать эти три основные препятствия, о которых написано в отчете Deutsche Bank. Вы чувствуете, как быстро мы движемся к этому будущему? По мнению Deutsche Bank осталось не больше 10 лет. И на самом деле это очень мало. И совсем свежая статья 28 июля 2020 года. Конец эры фиатных денег. Мы переключаемся на золотой стандарт. Или даже на биткоин стандарт. Макс Кайзер согласился с Deutsche Bank, что фиатные валюты это проходящее увлечение в истории денег. И что в истории всегда возвращались к золоту. Ну а теперь в 21 веке к биткоину. Когда у вас есть печатный станок и вы можете тянуть за рычаги политической власти с помощью напечатанных денег и приобретать активы за эти же деньги, у вас развивается комплекс бога. И таких богов у нас уже слишком много. Теперь это все рухнет. Макс добавил, что криптовалюта это шанс разрушить систему фиатных денег. Потому что когда вы вкладываете деньги в биткоин, золото или серебро, вы еще больше обезглавливаете систему фиатных денег. Это просто неизбежно. Это как времена года повторяющиеся явления, когда бумажные деньги рушатся и мы идем к какому-то золотому или в случае 21 века биткоин стандарту. И он сказал, что он покупает биткоин о грехе, потому что это застет в ручках. В каждом долларе, когда грехе будет уходить, мы увидим $25-30 в биткоин. Дж.П. Морган, он был в том, что он был живым, он был в 100 лет назад. Он сказал, что грехе, а все остальное было кредит. Ну, Деуччер Банк, head of кредит, так что он должен знать, он был в том, что он говорит. Нашел интересный твит о первом чугунном мосте через Северн в Англии. Дело в том, что это был первый такой мост в то время, и сегодня он считается памятником всемирного наследия. Этот мост ускорил индустриальную революцию в Соединенном Королевстве и привел страну в самый успешный период в британской истории. Пользователь UnstableCoin пишет, что биткоин сегодня это аналог этого моста. Биткоин, как и мост в свое время, становится примером того, как новые технологии могут привести к появлению совершенно новых коммерческих возможностей. И в конце он добавляет, я все еще здесь. И, ребята, я тоже. И, наконец, я хотел показать вам тот самый очень важный документ, о котором я говорил в начале этого видео. Консультативная группа G30. Международная организация, объединяющая представителей центральных банков и крупных частных банков по всему миру, вместе с рабочей группой по цифровым валютам в Вашингтоне, опубликовали этот новый отчет в июле 2020 года. И вы обязательно должны его увидеть. Там написано такое, что просто взрывает мозг. Он называется «Цифровые валюты из тейблкоины. Риски, возможности и будущие вызовы». В нем был упомянут Ripple XRP. Группа G30 подытожила, что Ripple XRP превосходит медленные и дорогие услуги банков-корреспондентов, которые участвуют в трансграничных платежах. Объединение центральных банков и крупных частных банков, как написано в этом документе, готовят координированное ведение глобального официального сектора стейблкоинов. Друзья, это просто взрыв мозга, это официальный документ на официальном сайте G30. Они просто прямым текстом это пишут. Нет слов. Марк Карни, о котором я уже говорил, что в 2019 году он заявил, что пора заместить доллар, поднял вопрос, может ли глобально скоординированная главная криптовалюта ослабить неблагоприятные побочные эффекты, связанные с доминированием доллара США, как резервной валюты. Глобально скоординированная главная криптовалюта может быть, например, стейблкоином, обеспеченным корзиной депозитов разных центральных банков. Возможно, что такой стейблкоин может быть ценным для международных платежей, обслуживающих функций, аналогичным тем, которую предлагает Ripple. Это система валовых расчетов в режиме реального времени, обмен валюты и сеть денежных переводов в одном лице. А цифровая валюта XRP этой системы превосходит медленные и дорогие услуги банков-корреспондентов. Вот что написано в этом документе, вот это да. Знаете, я много чего в этом году нового увидел и всегда мог это прокомментировать, но тут даже я лишился дара речи. Прокомментируйте это в комментариях, по-моему, это просто невероятно. В мире происходит что-то невероятное. Биткоин рассматривают в качестве альтернативы золотому стандарту, который неизбежно придет из-за коллапса фиата. Ripple XRP или что-то похожее хотят сделать новой с координированной глобальной валютой и говорят прямым текстом, что он превосходит все, что было у банков до этого. Заметьте, это говорят банки. G30, организация, которая объединяет центральные банки по всему миру и крупные частные банки тоже. Вы, главное, не показывайте это хейтерам биткоина и XRP. Они же не смогут спокойно спать, их мир обрушится в мгновение ока. Извините, у меня аж голос охрип. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Вы были на канале, который наблюдает за самым масштабным финансовым и политическим шоу, о котором многие люди на этой планете даже не догадываются. Подписывайтесь, нажимайте колокольчики, чтобы получать уведомления, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И, конечно же, обязательно богатейте. Фуу, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok